Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Своё отношение к красному цвету в этом сезоне демонстрируют не только дизайнеры моды. Так, например, три черябинских художника представили свои работы, объединив их в экспозицию под названием «Красная линия». Подробности в репортаже Гули Садыховой. Стекло, пленка, пеноплекс, акрил, бумага, металлические нити. Все это сегодня рассматривается не в контексте строительно-отделочных работ, а как возможность воплощения художественной мысли. Интересно видеть реакцию, взаимодействовать с людьми, пытаться услышать, а как человек вообще видит картину. А вообще он что-то в ней видит или он просто видит какие-то штрихи или ими? Я хочу помочь нашим жителям города как-то приобщить их к современному искусству, сказать, что, ребят, ну, если это вот то, что у меня представлено, это не значит, что я не умею рисовать. Это на самом деле нечто, за этим стоит идея и мысль. Эта концептуальная выставка называется «Красная линия». Выбранная метафора символизирует границу в различных значениях этого слова, будь то граница государства на карте или воображаемая в сознании человека. Вот одна из работ, треугольник, это тема треугольники в жизни, да, например, две женщины, мужчина, либо еще какие-то ситуации, это тоже все про границы. В своей работе я как бы попытался представить много разных ракурсов, много нескольких границ, как минимум три. Любые интересные действия, они всегда происходят на границе между какими-то понятиями, да, там, абстракция, либо там, реализм, да, либо каких-то, каких-то пограничных вещей. В творчестве Евгения Мигачевой «Красный цвет» это и национальный символ, и синоним красоты. Не случайно эти слова когда-то считались однокоренными. В картине использовались такие материалы, как лазерная резка, бумага, декоративные нити. Кокошник сделан в русском стиле, где использованы нити, бусины, различные стразы. В планах у организаторов этой выставки и другие концептуальные экспозиции. В качестве площадок рассматриваются специфические для искусства объекты. От холла, отеля и фитнес-клуба, до кафе и, быть может, приемные важного человека. Главное, чтобы место было проходимо, тогда возможность познакомиться с современным искусством получит большее количество людей. Вы смотрите «Бьюти Тайм», далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сегодня, при условии, что границы между стилями частично размыты, ношение платья нас не обязывает сильно задумываться о подходящей обуви, определенном виде верхней одежды и аксессуарах. А потому, как из наряда на особый случай платье стало вполне демократичным предметом гардероба, также можно не зацикливаться на универсальных цветах, а дать предпочтение ярким, заметным, сложным тонам. То же, кстати, касается и сезонности у принтов. Цветы в зимнем луке никого не смущают, а в легких фактурах придают стильную контрастность, делая образ изысканным и утонченным. Привычка практичных людей из всех предложенных моделей платьев выбирать именно черное понятна, а потому простительно. В нынешнем сезоне в этой истории много игры с прозрачностью и объемными деталями. Уже в ближайшем выпуске рубрики «Коллекции» речь пойдет о платьях для торжественных визитов. И, конечно, там будет меньше универсальности, как, впрочем, и в самих событиях. Детский фонд Андрюша представляет. Ученик Лучано Поворотти. Участник шоу «Голос». Маэстро Игорь Монаширов. С сольным концертом «Голос без границ». От классики до джаза. 24 ноября. Концертный зал имени Прокофьева. Билеты в кассах города и по телефону 235 75 55 12+. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Sony Кривой 30. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. С тех пор, как очки стали актуальным стильным аксессуаром, про оптическую индустрию говорят в том числе и в контексте моды. А те, кто не обходится в жизни без очков, теперь требуют не только функциональности, но и эстетики. Мы готовы изменить их образ жизни, сделать этот образ лучше, приятнее и, самое главное, качественнее. У нас очень широкий выбор оправ, очень много коллекций и для молодежи, и для пенсионеров, и в том числе для продвинутых модников. В салоне оптики «Счастливый взгляд», который открылся в Челябинске на прошлой неделе, есть все, чтобы выглядеть стильно и видеть лучшее. Пожалуй, основная тенденция оптической моды заключается в том, что очки должны быть заметны. Их сегодня не прячут, их сегодня делают главным акцентом образа. Ну, во-первых, модель «Кошачий глаз» долгое время была популярна в солнцезащитных очках и в последние несколько сезонов представлена в варианте медицинских оправ. Еще одна тенденция – это такие многосложные варианты, когда, например, форма оправы, она не совпадает с формой линзы. Очень эффектно. Здесь присутствует матовый пластик, присутствует какая-то деталь с 3D-объемом, а также обычный пластик глянцевый. И все вот это вот в сером цвете дает очень элегантный, очень интересный такой эффект. Следующая тенденция сезона – это круглые очки. Тоже уже не первый год они представлены. И если сначала их носили только самые-самые смелые, в последнее время стали уже консервативное большинство к ним примыкать. Еще одна тенденция – это многоцветные оправы, где сочетаются сразу несколько оттенков, 2-3 цвета. Форма может быть разная, как более плавная, так и более жесткая. Это тоже неотъемлемый аксессуар. Это как, не знаю, как для девушки макияж, что для меня это что-то, что галстук для мужчины, что еще что-то. Так что это становится очень… Мне кажется, в это время очень популярно носить очки. А какие мне сегодня понравились модели – это только вот это округленное оправа и квадратное оправа с толстыми полями. Просто прогуливалась по алмазу и увидела открытие оптики. Решила зайти. Сама очки не ношу, но мне кажется, зимой нужны будут солнцезащитные очки. Там есть очень красивые очки, как бы черные, круглые. Мне очень понравились. Мне кажется, круглые всегда будут модными. И мне они очень нравятся. Я не ношу очки. Сюда приехали, просто была акция. Было интересно посмотреть, что предложат. В частности, проверка зрения. Было очень интересно узнать все-таки, сколько зрения, потому что в последнее время начали видеть немножко хуже. Предлагали круглые, квадратные, всякие разные красные, цветные. Но застой листом классики просто черное обычное оправа. Проверить зрение вы можете самостоятельно в любое время работы нашего салона. Также вы можете проверить зрение без заказа. У нас сейчас действует акция 100 оправ по 1 рублю. Также у нас очень часто интересная акция возраст скидка. Меняем старые очки на новые. И постоянно эти акции отновляются. Поэтому интересные предложения всегда будут. И если до определенного момента очки считались навязчивой необходимостью, то сегодня это аксессуар, который носят с гордостью и удовольствием, выделяясь из толпы. Кстати, стильные эксперименты от программы Beauty Time продолжатся в конце этой недели. В субботу в салоне «Счастливый взгляд» в ТРК «Алмаз». Снова будут разговоры о тенденциях и индивидуальные консультации по выбору оправ. Финал проекта «Танцуй в компании» еще долго будет отражаться в лентах социальных сетей. А соединить все фрагменты в один большой репортаж – это уже по части нашей редакции. Итак, чем запомнился грандиозный танцевальный батл, смотрите далее. Еще до начала шоу стало понятно, что финальный батл проекта «Танцуй в компании» будет как минимум впечатляющим. Перед выходом на сцену участники команд убедительны, как настоящие артисты. И это несмотря на то, что сформировались эти танцевальные коллективы всего пару месяцев назад. Два месяца общих занятий, командный тур, об этом звучало штаб. Смотрите, как они поддерживают друг друга, как болеют. Для многих их руководителей в качестве проявились. Многие руководители позволили себе смело выйти на паркет. Это довольно такое испытальное, серьезное. На это нужно время привыкнуть. К тому же выступить на большой сцене перед огромным количеством зрителей – это тоже очень тяжело психологически, ну и физически, естественно. Я очень горд за них и очень рад за них. Это те ощущения, которые я давно, наверное, не испытывал. Я благодарен прекрасным девушкам за то, что они мне подарили эти ощущения, эти эмоции. Первый выход – визитка, танцевальное представление своей компании, немного креатива, ритма и пластики и максимум корпоративного духа. Выйти на сцену вместе с коллегами – это не единственный подвиг участников проекта. Найти в плотном графике время для репетиций – вот настоящая проблема, которую приходилось постоянно решать. На самом деле нужно уметь разделять работу и уметь отдаваться немножко хобби, творчеству. Мы для себя открыли новые грани друг друга, потому что на работе это вот так все, а тут драйв, эмоции. Человек открывается совершенно по-другому – это танец. Все-таки надо заниматься делами, которые для души. В этот вечер страсти кипели не только на паркете. Группы поддержки также боролись за звание самой активной и запоминающейся. У нас вся компания уже хочет сейчас заниматься, потому что они уже посмотрели, они сначала все испугались, а сейчас-то уже посмотрят, что все это хорошее дело. И уже им немножко даже жаль, что они не поучаствовали в своем игре. Пришло наше все руководство, наши директора поддерживают нас, болеют за нас. Пришел практически весь коллектив, поддерживал, на репетициях присутствовал. Мы довольны. Довольны собой, довольны коллективом. Вторая часть конкурсной программы – социальные танцы. Аргентинская танго, сальса, бачата и меренга в импровизациях с профессиональными партнерами. Я наблюдала за всеми участниками, они у них глаза светятся, и столько они выплескивают всего. И это такое удовольствие они получают от танца. Мы получаем гигантское удовольствие от танца. Кто не умеет танцевать, научится. Кто не научится, просто выйдет и выльет всю свою позитивную энергию от зрителей. От того, что вы правильно сделаете шаг, зрителю от этого ничего. А если вы радуетесь, несете энергию счастья, и ко всем в зале очень хорошо, я надеюсь. И надеюсь, что мы на них надышали, они все захотят танцевать. Субтитры делал DimaTorzok То, что две трети баттла уже позади, не повод расслабляться. Пожалуй, самая ответственная часть финала – шоу-номера. Тему выступлений определил жребий, а потому зрители с удовольствием наблюдали разнообразие жанров и сценических образов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прочувствовали свой жанр. У нас были лошади, у нас были ковбои-грабители, у нас были шерифки-ковбойки. Я думаю, что классно. Мы как-то зарядили публику даже своим выступлением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда началась шоу-программа, мы собрались, взяли себя в руки, вспомнили сразу все движения, зарядились эмоциями и начали танцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эмоции? Они измельчатся выплескивают, но очень-очень жалко, что это уже практически закончилось. Целый месяц готовились, каждый день про это дули, а он из-под носа этот день уходит. Не уходи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцы оказались заразительными не только для участников. На паркете в тот вечер отметились все, от команд и преподавателей, до зрителей и членов жюри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцы тоже труд. Пригласили в жюри, пришел, получил огромное удовольствие, видел, что проделана огромная работа. Самое главное, что они вышли на помост и исполнили танец. Самое главное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Церемония награждения. Тот самый момент, когда участникам требуется максимальная поддержка зала. Впрочем, в какой-то момент показалось, что аудитория не делится на тех, кто на сцене, и тех, кто за ее пределами. Самый большой, наверное, плюс, что ко мне подходят люди и говорят, сделайте на следующий вот такой проект, мы будем участвовать. И я думаю, что мы примем такое решение, и мы сделаем этот проект ежегодно. С большим удовольствием. У меня уже будет опыт, я уже понимаю, что нужно делать, и я с радостью бы поучаствовал в следующий раз в этом проекте. В состоянии эйфории разной степени легкости как будто бы пребывали все без исключения. Разве что участники проекта устали чуть больше. Хотя, кто знает. 20 ноября в Театре драмы. Британская группа The Pink Floyd Show UK. Заказ билетов по телефону 246-400 и на сайте kassy.ru. Студия красоты Гуфа. Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы модных событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова